Мы очень любим тосты дома, то есть мы практически не едим вот такой вот, ну так скажем, сырой хлеб, да? То есть мы покупаем именно котлас хлеб, именно нарезку, то есть и закладываем их в тостер. То есть мы вообще даже так всех своих друзей подсадили на эти тостеры, потому что хлеб здесь очень хорошо подсушивается. Вот я его не люблю вот в таком виде, а с точки зрения тоста я его с удовольствием съем. То есть тостер у нас такой простенький, когда-то мне его подарила Reflame. Ну вот он нам служит уже очень много лет и в принципе он нас всем устраивает, потому что больше никаких функций мы при помощи этого тостера не выполняем. То есть надо знать, что только подсушить хлеб. Подсушенный хлеб вообще, как считается, более полезен, да, потому что менее подвержен брожению. Ну где-то я читала, да, почему более полезен подсушенный именно хлеб. Но вообще, конечно, если бы у нас был хлеб, знаете, такой вот крупнозерновой, цельнозерновой, вот я его, ну вот нигде вообще не вижу. Однажды я покупала какой-то германский цельнозерновой, крупнозерновой или цельнозерновой хлеб. Но он попал, ну такой был отвратительный на вкус, что я не знаю вообще как его есть. Ну вот мы таким образом выходим из положения. Вообще стараемся хлеба есть меньше. Нам вот этой упаковки, наверное, на неделю будет достаточно на всю семью. Ну хорошо, у этого тостера есть вот такой переключатель, то есть можно поставить на определенное количество времени, то есть до шести минут. То есть до шести минут. Ну вот у меня, по-моему, стоит на максимуме. Где-то пять минут у меня. Пять минут у меня стоит. Там зарубочка такая есть. Единственный минус у него, очень сильно выстреливает хлеб. И он бывает иногда попадает и на стол даже. Но если хлеб подсушится, я его еще оставляю здесь, прямо вот на верхней части тостера, чтобы он вообще был такой сухой, знаете, как сухарь. Поэтому у меня процедура вот такая засушки хлеба, она длится достаточно долго. Ну и если мне, например, быстро надо хлеб вытащить, то я могу, ну то есть быстро, да, сделать до времени момента. Я вот на эту кнопочку нажимаю и он выстреливает.